Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня, если вы уже успели ознакомиться с содержанием экономического календаря, у нас важная статистика и довольно скоро. Обычно нам приходится ждать, уходят на американскую торговую сессию. Но сегодня исключением мы следим за данными по Англии, именно по индексу потребительских цен. И этот отчет будет публикован в 11.30 по московскому времени. Собственно, к этому релизу мы с вами готовились уже длительное время. Если, опять же, анализировать ситуацию с индексом потребительских цен, я вам еще больше месяца назад, или даже за более длительный период времени, рекомендовал все-таки ориентироваться на синий период, как тот самый временной отрезок, когда инфляция может достигнуть максимум в Англии и превысить даже 3%. Это были не только мои ожидания, это логичные следствия, опять же, того, что происходит в спорте национальной валюты. Я напоминаю то, что даже банк Англии признал, что основной фактор, опять же, роста инфляции – это девальвация фунта. И в целом мы видели на протяжении больше, чем года, как индекс потребительских цен выйдет сначала за целевое значение 2%, и это каратался вверх. Я напоминаю, друзья, чем чревата, опять же, высокая инфляция, инфляция, которая существенно обряжает темпы динамики роста заработных плат, я думаю, что вы это точно знаете, она чревата более скромными показателями розницы потребительской активности, активности домохозяйства. Как следствие, чревата снижением активности ущербных сих дорог от производства до сверхуслов и более скромного экономического восстановления. Вы помните, неделю назад мы разбирали ситуацию с активностью в сфере услуга, тогда уже был зафиксирован факт снижения этого индикатора, и именно падение активности в сфере услуга позволило нам рассчитывать и настраиваться на довольно скромные показатели в третьем квартале 2017 года. И я думаю, что конечная оценка за второй квартал также будет присмотрена с понижением. Это только статистика, это только фундамент по Англии. Довольно интересным является еще и фон политического характера. Соответственно, если далеко не отходить от политики, на этой неделе пройдет голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему отмену всех тех законов, нормативов, которые дотягиваются происхождением еще Европейского Союза. Я думаю, что решение все-таки будет принято, но мы помним комментарии со стороны Еврогруппы, что сам факт обсуждения этого законопроекта – это явная демонстрация того, что политическая, скажем, элита Англии во главе с Терезой Мэйк идут по совершенно неверному пути. Это не тот путь, который будет сближать стороны и способствовать более тесной координации и обсуждению всех за и против фактов ценуры Брэкзита. То есть тогда, когда стороны готовы были бы пойти на взаимные уступки. Поэтому сам факт голосования, его уже априори нужно рассматривать в качестве риска. На текущий момент пункт у нас котируется на отметке 1.3176. И я считаю то, что у британца есть сейчас достаточно поводов, почему этот актив можно продавать. То есть политика, а статистика – 1.30. Ждем сегодня отчет буквально через 2 часа. Если не спекулируете пунктом, может быть, он вам не интересен в этом случае и в этой связи те, кто все-таки обращает на него внимание, тем более торгует, нужно быть максимумом длительным к реакции рынка на текущую статистику. По прогнозу, если говорить, в прошлый раз у нас годовое выражение 2.6, и сейчас ожидается рост на целых 0.2%, до 2.8. Может быть даже сюрпризный отчет, когда мы увидим цифровый 3%. Если действительно индекс потребительских цен произойдет в прошлый релиз и будет претендовать на то, чтобы добраться до показателей в 3%, нужно сразу же сделать вывод о том, что произойдет в монетарной политике. На фоне такого катастрофического роста инфляции, на фоне отрицательного роста азартных плат по сравнению с показателем индекса потребительских цен, конечно же, Банк Англии уж точно не будет менять, корректировать денежно-кредитную политику, поэтому нас в этот четверг ждут довольно вялые обсуждения, и расстановка все вряд ли изменится. Скорее всего, у нас так и останется баланса из 8 голосующих членов, 6 будут рассказываться против повышения процентной ставки, 2 за. В идеале бы увидеть баланс уже примерно 7 против 1, либо единогласных позиций, из-за того, что Банк Англии пока не готов, да и в целом национальная экономика не готова к тому, чтобы сплакнуться с более высокими процентными ставками. Немного, друзья, мы нарушили наш традиционный сценарий, я думаю, что никто не будет возражать, в целом, от перестановки места сумма не меняется, ничего страшного, потому что мы пункт взобрали, собственно, с начала торговой сессии, мы сейчас давайте вернемся к нашим традиционным активам, с которых мы обычно тортуем, а пункт уже, соответственно, опустим. Что у нас прежде всего? Это нефтянка, рынок черного золота, безусловно, интересный рынок, поскольку он позволяет нам еще получить определенные ответы того, что будет из российской валюты. Очень важный инструмент для многих трейдеров, даже не только в формате спекуляции на рынке Форекс, с регуляцией на московской бирже, ну и просто физического, опять же, интереса, если, опять же, есть валютные сбережения. Это больше характерно для трейдеров России. Клосс по бренду 53,88, сейчас инструмент торгуется ниже 53,73. В целом, можно сказать, что под закрытие такого сессии понедельника нефтянку удалось продемонстрировать восстановительную динамику. Особенно рост был заметен, опять же, для контракта WTA, американского софта. Ну и бренд, несмотря на то, что закрылся в минусе, все равно мы видели, как восстановление практически за торговую сессию смогло поднять ногти к слову, собственно, дня до тех уровней, с которых торгифов не начались. Причина, по которой сейчас проявляется больше, опять же, интереса к нефти, связана с тем, что участники рынка продолжают анализировать посредствия урагана Ирма. И пришли, собственно, к выводу, исходя из того оценки, которое было представлено, что масштаб разрушений для нефтяной инфраструктуры США, ну, не такой уж и катастрофически, как прогнозировалось ранее. Опять же, здесь и географические аспекты, разбор полетов, с учетом того, что основной удар пришелся на Флориду, анализируем, опять же, регион, понимаем, что там спроса на нефть практически вдвое меньше, чем в том же самом Техасе, учитывая, что Техас – это концентрация, опять же, нефтеперабатывающих, нефтехимических производственных мощностей, которые разбросаны побережью Мексиканского залива. Поэтому то, что стихия наброшилась на Флориду, это не тот самый фундамент, который можно оправдывать, так же, возможность чрезмерно существенного бычьего рамя. Но все-таки локальный интерес к нефти был, я обращаю на это внимание, потому что хочу несколько скорректировать даже наши подкосрочные позиции, и вы поймете, с чем это связано. Чтобы далеко не отходить от положительного фона, который мог привести к восходящему движению на нефтянку, я хочу обратить еще ваше внимание на последние комментарии, которые были сделаны министром Невки Саудовской Аравии, со ссылкой, опять же, на встречу, которая прошла в минувшие выходные, в последнее время перед нашим с вами брифингом, я не смог нарыть эту информацию. Ну, в целом, комментарии довольно оптимистичны, они гласят то, что в ходе встречи с представителем Венесуэлла обсуждали возможность пролонгаться энергетического факта, и вроде бы как солидарная позиция есть, что факт нужно продлевать, и продлеваться до конца 2018 года. Но я бы особо не настраивался на этот позитивный фон, потому что Саудовская Аравия, нужно решать всем вопросы по пролонгации контракта с более влиятельными игроками на рынке, в том числе и с Россией, потому что Россия взяла на себя приличную долю, одну из самых существенных по снижению добычи, и если уж говорить про перспективу энергетического соглашения, если Россия не поддержит после марта 2018 года, то эта сделка будет абсолютно неэффективной, даже более неэффективной, чем она является сейчас. Еще, собственно, позитивный момент, это уже датируется буквально несколькими часами назад, больше характерен для азиатской сессии текущих торгов, это заявление, комментарии, сообщения, как угодно, сказать генеральному секретарю Бархинда, он генеральный секретарь ОПЕК. Соответственно, сообщения указывают на то, что на текущий момент оценка по коммерческим запасам превышает среднюю за последние пять лет на 195 миллионов. Если сравнить эту оценку с теми цифрами, которые мы видели в начале 2017 года, там была планка совершенно другая, 340 тысяч, и, конечно же, контраст очевидный. Но, опять же, показатель крайне волатильный, он зависит от многих вводных, многих переменных, и я не удивлюсь, если там спустя квартал мы будем снова говорить о показателях свойственных и тех, которые мы наблюдали в начале 2017 года. Для локального, может быть, объяснения интереса к нефти достаточно, но точно не для долгосрочного позиционирования. В целом, друзья, по рынку нефти, как мы с вами торговали? Мы делали большой акцент на то, что ураган ИРМа станет серьезной головной болью для американского бизнеса, может все-таки повлиять на показатели расспроса, на работа нефтерабатывающих заводов и так далее, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы делали большую ставку на то, что США находятся во власти стихий, и вслед за, собственно, ураганом ИРМа, который переменил эстафету у Харви. У нас в Атлантике снова зарождаются новые уже тропические штормы. Это Хосе и Кать. Ну, собственно, пока информации нету, можно даже сказать, потому что информация, если и была из последнего, что я видел, указывает на то, что вряд ли эти штормы могут перерасти в нечто больше или уж в подобие урагана пятого уровня, которым характеризовалась сеть ИРМа, соответственно, рисков для нефтянки и рисков для нас, для ходовцов, становятся все меньше и меньше. Если так, тогда нужно вовремя, собственно, проанализировать фундамент и переориентироваться по торговлю. Поэтому я предлагаю сегодня сфокусироваться еще на отчете администрации энергетической информации, прогнозе по росту сланцевой добычи на предстоящий месяц, кусироваться с какой-то точки зрения, рассчитывать на то, что присутствующая вероятность сохранения высоких показателей сланцевой активности позволит сланцевым производителям прогнозировать более высокие, опять же, параметры, показатели добычи уже в октябре. На это можно рассчитывать, потому что это неизменная тенденция, неизменная с начала 2017 года, это тенденция постоянно направленности, потому что сланцевое производство неуклонно растет и увеличивается. Бывает у нас в неделе спады по добыче, но последующие ослепой перекрывают, опять же, это сокращение. Помимо этого, друзья, у нас еще и доклад международного энергетического агентства, это доклад, который едет на среду, то есть завтра мы будем его обсуждать, точнее даже в итоге нам удастся подвести только в четверг, но если вы особо интересуетесь нефтью, вы сможете найти информацию и в интернете по поводу того, какой прогноз был сделан, на каком уровне и в каком состоянии находятся сейчас спрос и предложения на нефтяне. Но все эти прогнозы, они обычно способствовали нашей с вами короткой позиции. Я считаю то, что сейчас тоже не будет исключения, и поскольку мы вчера получили свидетельство того, что масштаб бейства ураган-ирбы для нефтяного бизнеса оказался куда меньше, чем прогнозировали, значит нам больше локально нет причин ставить на усиление котировок нефти. Я предлагаю сфокусироваться на регулярной статистике, сегодня еще отчет американского института нефти, завтра еще и отчет от места союзнических формаций. Запасы не продолжают расти, потому что до сих пор не задействованы еще многие производственные мощности, это как реакция реакция на и последствия урагана Харви, простой, превышает больше 3 миллионов по переработке от сутки. Запасы должны в соответствии с этим расти, а как вы помните, рост запасов это еще одна другая причина, по которой мы можем продавать нефтяну. Текущие цены 54, можно сказать 53,73 доллара за баррель. Давайте снова настраиваться на постепенное смещение в район 50. Пока что фундамент этому способствует. Доллар японская иена. Вчера локальная восходящая динамика, больше статистический фонд, еще там еще и с открытия от скрепа. Соответственно доллару не просто удалось снова вернуться выше отметки 109, сейчас котировка 109.35, но и полностью перенять инициативу защитного актива и по сути восстановить частично те потери, которые серьезные, существенные, пришлось понести в последние несколько недель. В качестве причины, если у нас растет доллар и мы не можем связать этот рост с какой-то локальной статистикой, значит мы начинаем копаться в общем рыночном настроении и оценивать показатель спроса на защитные активы, то есть в данном случае на оппоненты доллара японского валюты. Вчера мы можем сказать то, что защитные инструменты явно уже были не по воле, ни японская иена, ни франк, ни золото, ни уже доходности, точнее стоимости американских казначейских комблигаций не росли. Участники рынка сделали большую ставку на рисковые инструменты и стали зарабатывать так. Если больше, скажем, пересек рисков, значит рынок успокоился. По поводу того негатива, который присутствовал у нас, было три основных, скажем, фактора, которые мы использовали, точнее пытались использовать, чтобы заработать на слабости доллара. Это последствия урагана, собственно, фирма, это опять же стопор в реформах Трампа, это еще и здесь можно отметить решение по пополу государственного долга. Помимо этого мы продолжили следить за позиционированием касательно процентных ставок и так далее. В общем, по фундаменту еще в качестве причины спроса на защитные активы выступала эскалация напряженности в отношении к Северной Корее и мы с вами уже готовились, наверное, как и многие участники рынка, к тому, что на Северной Корее позволит себе очередной провокационный ход в виде пуска политических ракет. Ну а теперь разбираем на целом вот эти новостные факторы и приходим к выводу, что рынок больше под них не закладывается. Почему? Потому что последствия урагана и рамы оказались куда менее существенными, чем прогнозировалось, в частности даже оценка этого урагана снизу, снизу сейчас до тропического шторма. Что касается Северной Кореи, то они воздержались от того, чтобы производить очередной пуск ракет и рынок практически суть в целом жил без каких-либо дополнительных сообщений и новостей со стороны Северной Кореи и США в ответ на угрозу со стороны Северной Кореи. Для рынка отсутствие этих новостей, конечно же, позитивный момент, то есть и в связи с этим уже не было причин, из-за которых можно было делать ставку на защитные активы. Поскольку не было такой обилия негатива, как раньше, мы увидели и рост доходности трежериса. В конце прошлой недели американские облигации настолько сильно просили, что лишили какой-либо привлекательности доллара, особенно на контрасте с японскими облигациями сейчас. Американские бумаги снова восстановились выше 2,1%. Будем надеяться, что эта тенденция продолжится и дальше. Индекс доллара вырос на 1% с минимума за последние 2,5 года. Сейчас пытаются зацепиться за показатели 92. Ровно. Из дальнейших инфоповодов, за которыми мы должны наблюдать, это статистика по инфляции в этот четверг, в этот показатель выйдет. Я думаю, что вы без меня знаете, что недооценивать статистику ни в коем случае нельзя, а переценить невозможно, потому что это последний оплот принятия решения ФРС по процентной ставке. Соответственно, если раньше представители американского регулятора ссылались на низкие значения инфляции как главную причину, которая не торопится с повышением ставок, сейчас уже в случае роста инфляции оправдать эту позицию будет трудно. Поэтому если в четверг мы получим подтверждение того, что инфляционные ожидания начинают постепенно, понемногу восстанавливаться, это может быть залогом того, чтобы представители ФРС изменили свою позицию в пользу декабрьского повышения процентной ставки. Соответственно, такой расклад еще больше ускорит восходящую динамику доллара, которая должна быть перемята еще и решением по начале сокращения баланса, который мы ожидаем с вами на следующей неделе. Поэтому, если на рынке сейчас нет тех самых событий, на которые можно было бы делать ставку в качестве причины спроса на защиту, то ситуация спокойная и в отношении Северной Кореи, а ситуация спокойная касательно психийных бедствий в отношении США, оценка экономического ущерба, я уже отметил, ниже чем прогнозировалась. У нас ожидали хорошие статистики и мы с вами ждем начала проявления более жесткой монетарной политики сперва это через решение в курсе сокращения баланса. Это, конечно же, тот фундамент, который можно оправдать в восходящее движение доллара, поэтому я все-таки предлагаю сейчас пойти вслед за рынком, если участники сейчас готовы в платье американца тоже присоединиться к развитию локального ралли. Мы хотели сделать это ближе к четверку, но судя по тому, что вчера увидели рост больше, чем на 150 пунктов, наверное, пора делать это уже сейчас. В общем, в нашей рекомендации и в портфеле наших идей снова должна предполагать сделка по покупке американцев против иены. Евро против доллара. Здесь все сейчас складывается в соответствии с тем откладом, который должен был случиться, реализоваться еще долго время назад, много времени назад, даже в месяцах. То, что представители Европейского центрального банка, какое бы ведомство бы ни взяли, отвечающие за монетарную политику, чиновники Европейского центрального банка все единогласно указывают на то, что ЕЦБ не подумывает для того, чтобы отказаться от действующих экономических стимулов. И рыночные ожидания могут стать заблуждениями того, что изменения монетарной политики произойдут. На эти заблуждения лучше сейчас не поддаваться, оценивать личность ситуацию с обидным констом и понимать, чем он вредит, опять же, для экономики еврозоны. У нас доллар начал расти, соответственно, доллар на прошлой неделе был основной причиной его слабости роста евро, а сейчас европейская валюта теперь не имеет поддержки ни от клапанного доллара и, разумеется, не имеет от поддержки никакой совершенно фундамента, потому что фундамент сигнализирует сохранение стимулов, а сохранение мягкой экономической политики это фактор основной снижения курса национальной валюты, в данном случае евро. Текущий курс 1.19.54. Пока картина не меняется, пока на рынке нету снова причин ухода в защиту, будем довольствоваться формирующимися новыми трендами, которые, надеюсь, будут иметь не только крокосрочное продолжение, но и перерастут нечто большее, тем более, что эти тренды, кстати, на нашем с вами ожидании. По фунту уже, собственно, поговорили, по биткоину я обещал дать рекомендацию и оценить тот фундамент, с которым мы работаем сейчас. 4331 доллар сейчас дают за главную, скажем, бенчмарку всего рынка криптовалюты. Я напоминаю то, что биткоин не смогут сыпиться за 5 тысяч долларов только по одной причине. На рынок криптовалют в целом обрушил сообщение Народного банка Китая, как самого прогрессивного регулятора касательно электронной коммерции, валюты, электронных денег, то, что решение о полном запрете и объявлении вне закона операции ISO. Эта тема долгое время, собственно, жила на рынке, как автоматически обсуждаемая. Многие ее подхватывали. Я, опять же, те формы, которые мне дается анализировать, рассматривать, считается то, что Народный банк Китая может пойти еще дальше. Поскольку на текущий момент уже есть специальный запрет на все операции, которые осуществляются в самых ликвидных валютных активах и криптовалют, то есть вы знаете, все операции по публичному размещению, прежде всего, все операции ISO осуществляются либо в эфирах, либо в биткоинах, поскольку это наиболее ликвидные инструменты, это инструменты самой большой капитализации, это, скажем, те активы, которых знают все и способ, собственно, такой самоподдерживающийся тоже на них. Соответственно, регуляция в отношении рынка криптовалют со стороны Китая начинает давать самую настоящую течь и, может быть, такую позицию могут принять и представители других площадок, что криптовалюту объявят незаконно, как и самые деньги, которые используются в незаконных операциях. Соответственно, что нового сейчас есть? Народный банк Китая, помимо того, что обязал всех тех, кто провел уже публичное обмещение, рассчитать, собственно, с территорами, то есть вернуть свои деньги, готовят сейчас к тому, чтобы запретить деятельность нескольких бирж, которые действуют на территории Китая. Еще раз напоминаю, почему эти новости так болезненно влияют на динамику криптовалюту, потому что Китай – это вообще всегда отточение одних из основных бирж, которые пользуются наибольшей популярностью, среди тех фейдеров, которые сейчас и делают акцент на таком криптовалюту. И если регуляция такого масштаба, как Поднебесный, накроет мирным статусом деятельности, я думаю, что нисходящая динамика будет априори обеспечена для основных представителей криптовалют, поскольку именно они являются родоначальниками всех настроений, которые формируются. Да, может быть, вы найдете сейчас сообщение о том, что это временная приостановка, это временная, опять же, ограничительная мера, потому что Народный банк Китая пытается разработать регуляторную базу, пытается разработать регуляторную регулирующую среду в отношениях между, собственно, теми, кто проводит имущество, теми, кто приобретает эти крипто-деньги. Ну, это на самом деле правильно, но я думаю, что инициатива такого рода начинается не с запрета, точно как сейчас. И то, что Китай пытается оправдать тем, что формирует лицензируемое правовое пространство, на мой взгляд, это не совсем оправдывает их текущее решение. Больше похоже на очевидный защитный механизм, потому что Народный банк Китая видит, насколько сильен там сейчас спрос на традиционный инструмент, потому что ажиотажный спрос на, опять же, те же самые ICO и на имитируемые крипто-деньги, потому что все пытаются поймать свою птицу счастья и, участвуя в этих ICO, стать кредитором проекта, который перерастет в нечто подобное, что когда-то случилось с биткоином и за одну единицу, за одну монету вместо нескольких центов будут давать несколько тысяч долларов. Это совершенно не причина, по которой нужно сейчас бояться торговать криптовалютой. Это только причина того, что пока на рынке не появится позитива, способного пересилить указанный негатив, лучше рассматривается непосредственно нисходящая динамика. И вот о многих тех спекулянтов на рынке криптовалют, к которым мне приходится общаться, я знаю то, что в качестве цели по биткоину сейчас значится отметка поддержка в 4 тысячи долларов. Считаю то, что с таким функционным фоном, в принципе, вполне правдные ориентиры. Может быть, кто-то из вас так уже придерживается текущих значений, значений, которые я только что обозначил. Друзья, из важных событий сегодняшнего дня через полтора часа ждем данные по инфляции и рассчитываем на то, что индекс криптовалют криптовалют вырастет и окажет давление на амбритацию. Еще в 20-30 сегодня статистика по запасам нет и по версии API. Скорее всего, запасы вырастут. Если так, то будем ждать соответствующего релиза еще и от администрации электрической информации. На этом, собственно, все. Не забывайте то, что все ваши вопросы и комментарии вы можете оставлять на канале на YouTube. Огромное всем спасибо, кто это делает. Параллельно с вопросами не забывайте о моей личной просьбе. Ставьте лайки, если вам не трудно, большие пальцы, которые, безусловно, вдохновляют на продолжение деятельности, мотивируют на то, что дальше нужно оттяживать контент и, конечно же, делиться с вами всей информацией, которая появляется на рынке, чтобы она помогала вам принимать инвестиционные решения как средний, так и срочного факта. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.